Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами проговорить такую очень важную тему, как для многих вынужденный формат отношений 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это очень непростые отношения для многих, кто перешел с режима работы на режим карантина. Это вынужденные меры и так или иначе ситуация сложилась таким образом, что они находятся в одном пространстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С одной стороны, это прекрасное время для того, чтобы вроде как насладиться друг другом, больше заниматься сексом, больше уделять время отношениям друг к другу, близким родным, родителям, детям. Но с другой стороны, это не всегда простой формат отношений. Я знаю, о чем я говорю. Мы с любимой в этом эксперименте уже долгое-долгое время, живя в Азии, наши отношения как раз-таки находятся в формате отношений 24 на 7. Мы находимся практически всегда вместе, большую часть времени проводим вместе в связи с спецификой жизни в Азии. Мы общаемся с... тут живут такие же пары, их достаточно много, и мы сейчас собираем для вас всю важную полезную информацию, которая пригодится вам для того, чтобы ваши отношения не скатывались в бездну, а для того, чтобы появилась возможность вдохновения с ними работать, потому что когда мы ходим, большинство из нас, я по себе знаю, когда мы привыкли ходить, уезжать утром просыпаться, чистить зубы, вместе завтракать, уезжать на работу, вечером приезжать уставшими, ложиться спать. И так или иначе, даже если люди находятся в браке, находятся в паре, то они взаимодействуют друг с другом достаточно плотно, ну на выходных. И то на выходных появляется куча дел, которые невозможно делать в рабочее время, и так или иначе мы проводим вместе, проводим в плотном общении достаточно мало времени в обычной жизни. Сейчас к нам обращаются огромное количество пар, огромное количество мужчин, женщин с теми запросами, что отношения в семье сильно накалились, эмоциональное напряжение сильно накалились, конечно же повылазили обиды, претензии, недомолвки. И тут два варианта, либо понять, осознать, что происходит, первое, с чем мы начинаем работать, на что мы обращаем внимание, на наше состояние, в каком состоянии мы находимся. Потому что наш партнер, это наше просто зеркало, которое зеркалит, опять же, наше состояние, наши претензии, обиды и все остальное. И когда для многих это такой вынужденный формат, непонятно, что с этим делать, потому что все было прекрасно, да, там у каждого есть какие-то конфликты в семье, но так или иначе работа и внешние какие-то факторы помогали это нивелировать, либо закрывать на это глаза, либо отсрачивать, да, делать отсрочку по проработке этих всех моментов. Мы уезжаем на работу, мы там переключились, свои какие-то дела, приехали домой и вроде как уже все нормально. А тут нет возможности никуда уехать, все это вылазит, обостряется и мы с любимой специально для вас будем делиться. Вчера мы вечером сидели и что мы можем людям дать, выписывали те вещи, которые помогают нам. Мы в этом эксперименте уже много-много времени и сейчас общаемся с теми парами, которые опять же живут в Азии и в этом же самом эксперименте формат отношений 24 на 7. С одной стороны это прекрасно, у нас есть возможность находиться с любимыми и близкими максимальное количество времени. С другой стороны, каждый из нас это отдельнейший микрокосмос, отдельнейшая вселенная и планета. И для того, чтобы жить в гармонии, в балансе друг с другом, это работа, друзья. Это не всегда очень просто и легко, потому что когда у нас есть цветочно-конфетный период, когда вспыхивает вот эта страсть, гармония, когда вспыхивают вот эти вот гормоны внутри, да, мы идеализируем партнера и мы к нему относимся как бы через розовые очки. Мы души в нем не чаем и все прекрасно и все замечательно. И секс у нас великолепный, и отношения великолепные. Но это обусловлено нашей природой. Этот период цветочно-конфетно-букетный длится приблизительно где-то от года до полутора. Это нас заложила матушка природа, для того, чтобы мы встречались, влюблялись, для того, чтобы рождались дети. И как раз вот эти год-полтора, это тот период, когда мы встречаемся, влюбляемся, рожаем детей, у кого они рожаются, да. И потом гормоны немножко стихают, и мы проявляем свое истинное как бы лицо, да. Мы становимся такими, какими мы есть в обычной жизни. С нашими претензиями, с нашими какими-то заморочками, с нашими... Так как мы привыкли жить, да. И тут возникает множество нюансов о том, что почему я выбрала этого партнера, или почему я выбрал эту партнершу, да. Я ж знакомился и женился, начинал отношения с абсолютно другим человеком. И тут период адаптации, тут период нового знакомства, нового уровня. И мы можем и в идеале должны работать с нашими отношениями, если мы хотим быть в паре счастливы. Потому что в этот период начинается абсолютно другая притирка, абсолютно другие отношения, когда мы показываем свое истинное лицо. Потому что когда мы встречаемся, когда мы знакомимся, мы как бы, большинство из нас играют идеальную модель себя. Да, мы хотим понравиться, мы хотим быть удобными, мы хотим быть максимально, ну вот, идеальными для себя, для партнера. И потом, когда гормоны, вот этот гормональный фон, он немножко спадает, мы становимся, если в период вот этого цветочно-конфетного букета пара, это как не разлей вода, то в период, когда вот это все заканчивается, мы немножко расходимся и мы смотрим, кто мы в паре, да, как мы взаимодействуем, кто наш партнер, как бы нам хотелось. Тут же включается в эту всю игру быт, психологическое напряжение, воспитание, какие-то детские травмы, блоки и вся эта история. И с ними можно и нужно работать. Это называется адаптация в паре, когда мы в паре учимся по-новому взаимодействовать друг с другом. И сейчас такой период, когда многие остались друг с другом наедине с детьми, с родителями, с любимыми. И вот это вот все так или иначе начало всплывать, потому что в обычной жизни мы это сублимируем в работу, в какие-то другие бытовые дела. Плюс еще тут массовый психоз, когда мы открываем социальные сети и на нас льется интернет, социальные сети, на нас льется огромное количество деструктивной информации. Паника. Все это, конечно же, обостряется психически и психологически. И вместо того, чтобы дать нашему партнеру любящее присутствие, поддержку, тактилку, секс, страсть, обиды, претензии. И вот это вот то, что копилось годами, вылазит наружу. И наш партнер это все зеркалит и нам показывает. И сейчас прекрасная возможность как раз-таки работать с отношениями, посмотреть на отношения к себе, посмотреть на своего партнера по-новому. И более гармонично проработать то, что не было проработано все это время. С одной стороны, не хочется в это лезть, не хочется в этом копаться и, ну, как бы хочется держаться от него подальше. Но так или иначе, ситуация сложилась таким образом, что сейчас самое время для того, чтобы посмотреть на это с другой стороны. Для того, чтобы проработать, проговорить, для того, чтобы укрепить пару, а не ее разрушить, закрыться, уйти в уединение и, да говоря, оно все синим пламенем. Поэтому мы с любимой сейчас для вас собираем практики, собираем информацию, будем делиться. У нас есть бесплатная группа в Телеграме, подкасты. Там огромное количество информации как раз-таки про отношения, про отношения с собой, с миром, с партнером. Мы там разбираем огромное количество психологических нюансов, с которыми сталкивается пара. Свои, клиентские, те знания, которые мы получаем и постоянно учимся. Например, сейчас я прохожу с любимой курс по детской сексологии. Там же про секс, там же про взаимодействие с миром, там же про реализацию. Там огромное количество информации, поэтому в аудио в удобном формате заходите, переходите. Также в ближайшее время мы будем там выкладывать информацию про гармоничное проживание пары, делиться своим опытом. У нас он достаточно большой, опытом других пар, которые живут в таком же формате. Для того, чтобы ваши отношения, ваша любовь углублялась, развивалась и чтобы ваши отношения были наполняющими и конструктивными. Чтобы мы не лупили друг друга претензиями и обидами, а чтобы мы наполняли друг друга и углубляли наши отношения. Укрепляли нашу любовь к самому себе, к партнеру, к миру. Поэтому ссылочка на подкасты в описании. В социальных сетях мы будем выкладывать дополнительные видео, дополнительную информацию. Я очень надеюсь, что эта информация поможет сделать вашу жизнь, перевести вашу жизнь на другой качественный уровень, углубить и укрепить вашу любовь. Также, если у вас есть свои вопросы, вы хотите конкретно ваш случай разобрать, проработать, мы даем онлайн консультации. И пожалуйста, обращайтесь. Welcome. Любите друг друга, любите себя, любите партнера, любите жизнь. Она прекрасна. Да, у нее есть какие-то нюансы, на которые мы не можем сейчас повлиять. Но это не значит, что надо вдаваться в массовый психоз, закрывать на это все глаза и закрываться в себе. Это не приводит, к сожалению, к конструктивным результатам. До новых встреч. Пока.